День 1841. Алекс на связи. Если есть идея сделать умную дачу, то нужно сначала сделать базовую инфраструктуру, которая будет обеспечивать работу всей этой системы умного дома. Основное, желательно сделать интернет, чтобы можно было управлять удаленно разными устройствами, просматривать разные датчики. Возможно, даже настраивать какие-то сценарии удаленно. Это основная идея, но это тоже не является прямо обязательным. Все-таки можно сделать таким образом, чтобы вся система работала полностью локально и не зависела от интернета. Но это довольно сложно и самое простое, конечно, сначала привести какой-то вариант подключения к интернету. Это может быть, допустим, роутер с подключением через LTE-модем. Или сам роутер может иметь возможность установки туда сим-карты. И тогда он просто будет уже раздавать интернет по всему участку. Но это может быть, конечно, не очень быстрая связь. Но, по крайней мере, для каких-то базовых нужд это вполне может сгодиться. Если есть возможность, конечно, привести туда нормальный интернет, то это вообще будет там хорошо. Но это не является прямо таким обязательным условием. Раньше делали варианты взаимодействия с такими системами удаленными через SMS или через звонок по телефону. Но сейчас это, конечно, во-первых, SMS дорого. И проще, конечно, сделать, может быть, не очень быстрый, но все-таки нормальный доступ через интернет. И также на участке могут, допустим, быть размещены какие-нибудь камеры веб, которые позволяют просматривать разные записи с улицы или с помещения. Но можно, конечно, нормальную систему в виде регистрации создать и хранить где-то. Но часто бывает так, что на дачных участках там просто отсутствует, допустим, зимое отопление. И, конечно, в таком виде регистратору будет довольно сложно работать на морозе. Нужно будет придумывать, как сделать так, чтобы он нормально функционировал. Потому что, если станет, допустим, очень холодно, минус 20 или минус 30, то он может и сломаться в какой-то ситуации. Особенно, если там используются еще очень жесткие диски, то они, конечно, могут не выдержать такой работы. Да, и разные вентиляторы тоже могут заклинить при низких температурах. И из этого, конечно, все-таки нужно предусматривать вариант, например, использования SSD. И если вентиляция, то должна быть либо пассивное охлаждение, или просто какой-то корпус довольно хорошо утепленный. Который позволяет самому устройству тоже поддерживать внутри приемлемую температуру. Конечно, он греется, и за счет этого он может вполне себя подогревать. Но если использовать обычные веб-камеры, у них там есть возможность установки SD-карты. Понятно, что в самой SD-карте ничего не случится. Но камера должна быть, конечно, рассчитана на работу при довольно низких температурах. Если это уличная камера, они тоже обычно нормально поддерживают работу до очень низких температур. И тогда можно будет через интернет к этой камере подключаться и просматривать какие-то записи. Если он не очень быстрый, то, конечно, будут определенные сложности. Есть еще вариант, когда веб-камера будет отправлять видеопоток на облачный сервер. Но это может быть, во-первых, и не очень хорошо работать, если канал интернета не очень большой. Потому что все-таки видеозапись намного занимает место. Но понятно, что сама камера, она может быть настроена в такой режим, когда запись ведется только при обнаружении движения. А все остальное время она не выполняется. И, соответственно, ей в облако нечего отправлять. Но сам интернет, он, конечно, нужен для того, чтобы к этой камере можно было подключиться. И какими-то устройствами управлять, которые внутри будут установлены. Если использовать фирменный шлюз или создавать свой собственный сервер умного дома на базе какого-нибудь микрокомпьютера. Это тоже требует подключения к интернету. По крайней мере, фирменный шлюз не точно будет работать только с интернетом нормально. А микрокомпьютер, он, конечно, можно установить какое-нибудь опорционное решение. Например, Home Assistant или OpenHub или какое-то другое. И тогда оно может, в принципе, и локально работать. Но, конечно, какие-то команды из них отдавать гораздо будет проще, если все-таки будет возможность подключения через интернет. Для использования управления разными устройствами или разные датчики можно использовать и Wi-Fi сеть, и ZigBee сеть. Но, конечно, ZigBee сеть в этом случае интереснее. У него есть возможность использовать режим Mesh. Это когда разные устройства могут через друг друга передавать информацию. И таким образом можно разместить разные устройства в отдельных местах или углах участка или дома. И тогда связь на всем участке будет гораздо лучше. И такую связь можно настроить, например, с помощью умных розеток или умных реле. Или, допустим, умных выключателей. То есть, это в основном те устройства, которые могут являться роутерами ZigBee сети. Их нужно разместить в разных углах. И сделать так, чтобы они, конечно, еще могли нормально видеть сам основной сервер. И с ним взаимодействовать. И тогда вообще без проблем будет работать вся сеть, если какие-то датчики установить. Допустим, работающие на батарейках где-то далеко от основного сервера, все равно связь будет работать хорошо. С Wi-Fi тоже можно использовать режим Mesh сети и создать на базе нескольких роутеров единую такую хорошую сеть покрытия Wi-Fi. Но это, во-первых, не всегда нужно. Хотя, допустим, если пользоваться интенсивно интернетом или с устройствами ходить по участку. То, конечно, бывает так, что когда отойдешь уже от Wi-Fi точки, то связь сильно хуже становится. Но это уже, если там участок довольно большой. И если какое-то устройство Wi-Fi использовать, то оно, конечно, Wi-Fi нормально видит на довольно большом расстоянии. Особенно если это, как обычно, делается на частоте 2,4 ГГц. Тогда вообще проблем нет. Если 5 ГГц, то таких устройств очень мало. Это только в основном телефоны, планшеты, ноутбуки. Работают сейчас на такой варианте частоты. Обычно устройства умного дома все-таки они пока работают на 2,4 ГГц. Датчики, работающие на батарейках, они, конечно, имеют некоторые ограничения. Когда, допустим, холодно становится, батарейка может начать плохо работать. И, кстати, датчик может включаться. Но, если делать постоянное питание, то тоже возникают сложности. Что нужно все равно предусматривать. Каким-то образом подвести электричество к этому месту, где датчик установлен. И из этого, конечно, иногда проще выбрать вариант с батарейками. Есть датчики с маленьких батарейках. Обычно это CR2032. Но при желании можно найти аналогичный датчик с такой же функциональностью. Но с довольно большими батарейками. И тогда, конечно, он будет получше работать и подольше. И реже нужно будет задумываться о том, чтобы там менять эти батарейки своевременно. Но если фирменный шлюз, то, конечно, выбор сильно ограничен. Например, если шлюз Tuya или Xiaomi, то только их устройство можно купить. И тогда довольно сложно найти разные аналоги от них и те же датчики. То есть, обычно, если он сделан на одной батарейке, то вряд ли на другом он появится. Если это опенсорс решение и свой сервер умного дома используется. Который, например, по Zigbee с датчиками взаимодействует. Тогда можно практически любой датчик к нему подключить. Есть некоторые ограничения, что не все системы умного дома и системы работы с Zigbee устройствами в конкретном моменте поддерживают определенные устройства. Но все равно, рано или поздно эти устройства появляются. Особенно, которые часто востребованы, покупаются. То энтузиасты, конечно, делают соответствующие доработки в системах. И эти устройства начинают поддерживаться сразу в новых версиях. То есть, не надо ничего там дополнительно настраивать. И таким образом, конечно, появляется большой выбор. Можно выбрать соответствующий датчик. Иногда и проводной можно найти. Даже и беспроводной с разными конфигурациями. Бывают еще и датчики с разными функциями. Например, там может понадобиться, например, датчик открытия с каким-нибудь датчиком освещенности одновременно. Тогда можно найти такое специфическое устройство, которое сразу две функции может выполнять. Ну или всегда можно заменить, допустим, датчик движения на датчик присутствия. И тоже сразу там увеличится возможность этой системы умного дома. Для того, чтобы управлять таким умным домом, можно, конечно, написать разные сценарии автоматизации. Например, Home Assistant. Это, конечно, довольно просто. Если сценарии не очень сложные или хорошо изучили документацию. И, в принципе, становится понятно, что есть какие-то возможности, например, с помощью текстовых редакторов. То есть, по сути, на некотором языке программирования. Ну, там, допустим, Home Assistant используется YAML. Такой язык для описания всех сценариев. То можно, конечно, довольно хитрый сценарий сделать. Но рано или поздно тоже возникают сложности. Как и, например, что нам нужно просто включить что-то или выключить что-то. Тогда, конечно, удаленном доступе тоже будет полезный. Например, можно сделать доступ через Telegram. В принципе, небольшие действия выполнять это довольно просто можно сделать. Но полноценное, конечно, такое управление умным домом сделать будет довольно сложно. Если, например, использовать только Home Assistant. Если использовать скрипты, например, на каком-то языке программирования. То, конечно, возможности гораздо больше. И я, например, уже делаю такую систему с помощью Telegram-бота. В которой как раз полностью можно управлять умным домом. Это сделано примерно так же, как в Яндексе. То есть, с группировкой по разным типам устройств. Разные комнаты, разные действия. И, в общем, можно там очень много чего сделать. И практически полное управление будет доступно. Но, конечно, сценарий там писать нельзя пока. Но это тоже какие-то базовые настройки этих сценариев уже тоже предусматривают. Но есть еще вариант. Чтобы можно просто в Home Assistant сделать дополнительную интеграцию с Яндексом. И туда вывести некоторые датчики. И тогда можно будет просто через приложение Яндекса тоже просматривать, допустим, состояние там датчиков, температуры, влажности, открытие или там движения. Ну и также там состояние каких-нибудь устройств. Например, розеток или выключателей. И также можно будет ими управлять. То есть, включать или выключать. Но если нужно будет, например, какой-то сценарий сделать. А доступа, например, в Home Assistant удаленного нет. То тогда можно будет просто в приложении Яндекса этот сценарий сделать. Самый простой. Ну, например, там что по датчику температуры. Включать какую-то там розетку, например. Которую вот надо обогревать. И выключать там при достижении этой температуры. Такой сценарий довольно просто сделать. Или, например, управляемым светом, по таймеру, по времени. Или по датчикам движения. Это тоже можно сделать. А когда уже будет доступ, допустим, в Home Assistant. Можно будет зайти и просто там этот сценарий перенастроить. Уже в другой системе умного дома.